В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта текст создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по Танчикам Лайн, где будем тестировать все устройства на пушку Молот, дабы у нас эта пушка, ну, соответственно, в последнем обновлении на себя взяла прям, ну, какое-то колоссальное просто изменение. Ей пофиксили урон, плюс, соответственно, сделали супер-быструю перезарядочку. Ну и теперь нужно записать, поглядеть, посмотреть, что же и как у нас обстоят дела с этими самыми устройствами. Обязательно не забывайте ставить свои царские лайки. Естественно, по данной видеоролике пишите свои комментарии, на какую следующую пушку сделать, соответственно, обзор на все устройства. Это у меня флоу-аккаунт, где у меня имеются все устройства на эту самую пушечку. Ну и начнем мы с вами по порядку. Опять же, ребята, буду свое объективное мнение высказывать как со стороны средних званий, низких званий, наверное, даже на низких званиях особо нет внимания, тогда будем средние звания и большие звания. Хоть у меня, оказывается, здесь не легенды, но будем, соответственно, говорить и там, и там, потому что плюс-минус на своей легенде я уже на этих устройствах не всех, конечно, потому что у меня на легенде не все устройства имеются, но поиграл. Поэтому начнем мы с вами с адаптивной перезарядки. Оно у нас делает, соответственно, мгновенное пополнение после того, как ты убиваешь своего противника. Посмотрим, насколько оно сейчас актуально в нынешнем, соответственно, обновлении. По поводу этого устройства, наверное, не буду ходить вокруг да около, в принципе, скажу, что я думаю по поводу него, потому что я уже тестировал, соответственно, это устройство у нас и на легендах, пробовал, как оно у нас там играется, и, соответственно, смотрю здесь, как оно у нас играется. Как, в принципе, я и предполагал, устройство показывает себя на данных диапазонах званий достаточно хорошо. Еще одна такая небольшая ремарочка, я буду с Молотом играть исключительно только с Кризисом, потому что после недавнего обновления пушка у нас имеет такое свойство, дабы, ну, особо не ваншотать, и чтобы как-то где-то хоть-то более-менее что-то у нас такое получить. На высоких диапазонах на легендах играют либо с Кризисом, либо, соответственно, с каким-нибудь бустером, с другими дронами. Ну, по крайней мере, опять же, лично мое мнение, одевать нынешнего Молота нет никакого смысла, потому что, опять же, хоть перезарядочка у нас стала такая приятная, но урон уже, ну, такое себе. Если там появляется какой-нибудь оппонент с резистиком, тебе прям будет супер-супер больно и неприятно против него играть, поэтому, ну, такое. Вот, но, опять же, если у вас, допустим, плюс-минус такое же звание, как у меня, имеется какой-нибудь бустер, или, не дай бог, прокачанный Кризис, или даже не до конца он прокачан у вас, то можете смело его брать, потому что на данных диапазонах еще и до обновления, да и, в принципе, и сейчас, это устройство, ну, супер себя хорошо показывает. Ты, типа, всегда по-любому с трех выстрелов какого-то своего оппонентика заторканишь 100%, ты его 100% убьешь, и он тебе такого конкретного ничего не сделает. Поэтому устройство для средних званий хорошее, для больших званий, ну, 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 такое, я бы прям поспорил, причем прям супер поспорил. Следующее устройство у нас на обзор, это Дыхание Дракона. Устройство было прям достаточно интересно, достаточно популярное до, как раз-таки, выхода обновления, потому что урон, как вы знаете, на молоте до этого был очень-таки приятный, и вот этого догорания вполне-таки хватало, чтобы, наверное, 60 или 70% случаях своего оппонента все-таки добивать. Здесь у нас фишка данного устройства заключается в том, что каждый последний выстрел, а также крит-выстрел, поджигает своего оппонента. Успевает это сделать плюс-минус какие-нибудь две тики, опять же, если у врага нету какого-то от тебя модуля, чтобы эти тики были прям, прям, прям такие хорошенькие. Вот, если все-таки модуль имеется, а в последнее время у нас, как вы, наверное, видели и знаете, пушечка, которая называется Огнемет, обрела какую-то неистовую популярность, и даже на Огнемет сейчас на больших званиях, на больших диапазонах появляются ребята, которые, в принципе, с удовольствием юзают эти самые резистики от Огнеметика. Ну и, как вы, наверное, понимаете, Дыхание Дракона также у нас контролируется этим самым устройством. Вот я, получается, с абонентом поджек, а даже, даже, даже 3-4 тика, и это ему делось, нифига себе. Приятный, приятный такой бонус, прям, прям, прям хорошо себя проявляет. Опять же, я так думаю, что... Не, оно однозначно, я не могу сказать по поводу этого устройства, что оно какое-то плохое, какое-то не такое. Оно, естественно, имеет место быть. Я, скорее всего, даже его поставлю наравне с какими-то устройствами по типу... По типу отключения припасов, там, на пробитие, на, там, оглушение, что-нибудь такое. Очень такое-нибудь интересное, да. Это, это, это прям устройство имеет место быть, потому что поджог, опять же, это не заморозка. Хоть и заморозка у нас отключает, соответственно, ДДшку, но поджог, как, наверное, вы понимаете, умеет свойства еще и добивать, соответственно, своих врагов и своих оппонентов. Поэтому, на мой взгляд, достаточно интересное. Не супер такое сильное, не супер такое крутое, но я бы его одевал. Вот, опять же, если бы у меня там не было никаких там устройств, каких-то интересных других, я бы с удовольствием катался и на этом устройстве. Следующее устройство, это ДДХАНИЕ ВИВЕРНЫ, как раз-таки то, о чем я говорил у нас в предыдущем фрагментике, когда я записывал. Ну, на мой взгляд, заморозка вот на такого роде пушки, опять же, чисто исключительно, ребят, мое мнение, оно, ну, да, имеет, наверное, место быть в каких-то там ситуациях, когда, возможно, там нужно утащить флажочек, ты последним выстрелом можешь оставить, если ты стоишь в дефе и заморозить своего оппонента, нанести ему, соответственно, тот самый последний выстрел, и заморозить, чтобы немножко затормозить его. Но, блин, все равно, все равно не то пальто. Вот я, получается, заморозил одного вот этого человека, да, и что, вот он стоит, соответственно, и в уст не дует. Просто у него также остается ХП, ничего такого критичного с ним не происходит. Как-то воспользоваться этой ситуацией можно, опять же, в моем понимании, только если враг увозит какой-то флажочек, либо там его в какой-то момент объехать, где-то там застопиться и зайти взади. Но, ну, 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 типа такое себе, такое себе. Но, опять же, на мой взгляд, дыхание вивер... Ой, дыхание дракона, оно меня привлекает намного лучше. Если выбирать между этими двумя устройствами, я выбрал дыхание дракона, потому что заморозка мне особо лично на молоте не нравится. Следующее устройство у нас на обзоре, это магнитная картечь. Устройство интересное. Возможно, даже оно у меня стоит в каких-то топчиках, потому что, ну, все пушки с этим устройством, которые обладают статусами отключения припасов, имеют достаточно такой, знаете, бесячий радиус. Вот, допустим, молодой человек у нас есть, я ему оффнул припасы, и, в принципе, мне это, возможно, помогло бы его убить, если бы не какой-то шафтик, который меня слил. То есть, если у молодого человека не надето иммунитет от отключения припасов, его не может не спасти абсолютно ничего. Просто вы берете, просто доминируете, а в нынешнем, соответственно, матчмейкинге, когда у ребят преобладают как раз-таки те самые припасы, я так думаю, вы понимаете, что эта штука достаточно важная, достаточно прям необходимая, возможно, в какой-то степени. Потому что я не представляю, когда я захожу в матчмейкинг и катаюсь, допустим, без припасов. Если тебе эти припасы отрубают, то это достаточно такая неприятная штука, и ты чувствуешь себя каким-то голожопиком, который ничего не может сделать, урон, соответственно, у тебя становится такой себе, плюс у тебя становится защита такая себе, скорость и так далее и тому подобное. Вот таким вот образом, нехитро мы ему отключаем припасики и уже непосредственно потом, возможно, добили бы его, опять же, если бы не было резистиков. Но, несмотря на это, устройство мне однозначно нравится, входит, наверное, в топ-3, мэйби даже устройств на эту самую пушку, потому что прям штука достаточно полезненькая. Если у вас имеется это устройство, вы думаете, допустим, между чем выбрать, я бы советовал вам как раз-таки нацепить это самое устройство. Тем более, если раньше были проблемы с ним, когда у молота была такая, знаете, скучная достаточно перезарядочка, и тебе приходилось выстреливать последние как раз-таки выстрела, я напоминаю, что каждый крит и последний выстрел отключает припасы. Вот, и если раньше в последнем выстреле не было абсолютно никакого смысла, потому что когда ты у нас выстреливаешь, у тебя там нужно подождать времени, пока эта перезарядочка подойдет, пока это все пройдет, и, естественно, враг тебя успевал с легкостью добить, потому что, ну, ничего ты у нас не мог делать ему, потому что, ну, пока эта перезарядка с обновлением устройство, по-моему, стало еще более актуально. Типа последний выстрел-выстрел, пока он на перезарядочке, у тебя быстро перезарядка пришла, и ты его уже успел затараканить, успел, соответственно, его убить. Максимально интересно, максимально полезно. Следующее устройство на обзоре, это у нас, ребята, парализующая картечь. Ну, здесь, наверное, комментарии вообще излишни. Также максимально интересное и максимально, соответственно, приятное устройство. Последний выстрел дает оглушение то самое, причем оглушение на достаточно большой срок у нас проходит, и вам, в принципе, этого хватает, чтобы как-то подойти к своему оппоненту, к своему врагу, и что-то ему такое интересное и прикольное сделать. Помимо плюсов этого самого оглушения, я вам еще расскажу пару плюсиков этого самого устройства, а именно его статуса. Как вы, наверное, знаете, с этим статусом вы с легкостью можете остановить вот эту пушку, которая крутится под названием «Вулкан», вы смело его остановились. Также оно сбивает, соответственно, наводку у «Страйкера», также оно сбивает наводку у «Скорпиона». Ну, как минимум, соответственно, три пушки вы у нас полностью оглушаете. Ну, еще оно умеет небольшие штучки делать с товарищем «Шафтом». Также, если он стоит в прицеле, вы ему можете этот, соответственно, прицел сбить. И с фултяжки он вас не ударит. Это получается у нас уже, как минимум, четыре пушки, которые у нас страдают от этого устройства и именно от паралича. Вот, тоже максимально крутое, максимально полезное. И я не понимаю, почему некоторые ребята, опять же, к слову, к тому, что последнему обновлению, говорят, что обнова на молота ну такая себе, урон стал меньше и все. Но с уроном, соответственно, да, урон не такой уж приятный. Возможно, для некоторых устройств это минус, но вот в моем понимании устройства, которые у нас нацелены, как раз-таки на последний выстрел, отключение, оглушение, как раз-таки поджог, заморозка. Это, ну, супер, хорошие бафы. Это прям, я не знаю, апнули ее даже не на 100%, а на какие-то 200%. Потому что сейчас всяких статусов можно на этой пушке выдавать в разы больше. Считай, в два раза больше. Плюс, окрось, ему ты у нас не такой беспомощный на большое количество времени остаешься. Поэтому устройство также меня прям радует. Скорее всего, оно у нас стоит на одной ступени с отключением припасов. Потому что полезности у него, как говорится, не отнимать. Если то у нас устройство нацелено на то, что убивать своего врага и оппонента, ты, грубо говоря, становишься, точнее, не ты, а твой враг становится для тебя максимально легким мишенью без припасов. То здесь же ты у нас, ну, как минимум, четыре пушки сможешь прям жестко дезморалить. Плюс, какие-то, какое-то время ты сможешь себе выиграть, когда у нас оппонент становится в параличе. Ну и на обзорчике у нас, ребята, бронебойный залп на того же самого молота. Устройство также здесь дает понять, что оно, в принципе, сильное. Опять же, критическое попадание и последний выстрел дают стопроцентное, соответственно, пробитие твоему оппоненту. В нынешних, скорее всего, ареалях устройства даже, возможно, в какой-то степени превосходит то самое отключение припасов и оглушение, о котором я у нас говорил ранее. Потому что молот, опять же, лично мое мнение, его у нас апнули и апнули, причем жестко. И по резистам, точнее, количеству резистов, которые одевают противники против тебя, можно и так понять, что оно сильно, оно прям успешное. И как-то, когда от тебя одевается куча резистиков, с этим устройством, в принципе, это прям вообще никакая не проблема. Ты просто берешь и просто, соответственно, выносишь своих чуваков и пофигу, чего у них одето. То ли броненосец, то ли, соответственно, какой-то резист. Единственный неприятный момент заключается в том, что, скорее всего, на больших диапазонах, на больших званиях, ребята, у которых имеется устройство иммунитет от пробития, это самое пробитие оденут от тебя 100% и будут защищены. Но, опять же, если у тебя имеется какое-нибудь отключение припасов, сможешь его смело одевать, и тут они уже становятся бесполезными. Как говорится, потому что ты их будешь ваншотать на все 100%. Следующее устройство у нас на обзоре это подавляющая смесь. И это устройство, по моему, опять же, мнению, находится в топе 1 по самым, соответственно, бесячим устройствам, которым можно только себе представить. Если ты у нас играешь на каких-то дронах, которые, соответственно, тебе дают дополнительную защиту, ускорение и урон. У нас страдают эти самые дрончики бустер, ловкач, защитник, плюс, соответственно, у нас в небольшой степени страдает те же самые какой-нибудь сописатель, потому что также подавление накладывается, плюс, очень сильно себя хреновенько чувствует товарищ Кризис, потому что ты с Кризисом вроде как катаешься, вроде как постоянно можешь использовать одну защиту, какой-то один припас, но постоянно у тебя просто обычный выстрел, просто, соответственно, обычное ускорение, просто обычная двойная защита, потому что это устройство тебя отключает целиком и полностью. Опять же, спасти от него может только лишь защита от подавления, если я вижу каких-то чуваков с вот этим самым устройством, боже мой, я лучше буду страдать от отключения припасов, от пробития, нежели от этого самого как раз таки подавления, потому что, ну, блин, я играю с Кризисом, а мне Кризисы этого постоянно отключают, и как по мне, это супер бесячая тема, и поэтому оно у меня находится в топе один устройств по бесячести, прям, ну, 100%, 200%. Следующее устройство, которое называется Слагер, это устройство дает тебе такую возможность, когда ты у нас находишься на достаточно далеком расстоянии от своего оппонента, с этим самым молотом, в принципе, убивать его и давать хороший дамаг. по моему мнению устройство возможно имело какую-то свою актуальность до обновления, опять же, лично мое мнение, потому что урон был прикольный, и в принципе его можно было пользоваться на каких-нибудь картах таких, на которых действительно далек какое-то расстояние, но тебе хочется поиграть с этим самым молотом, ну, и ты не хочешь сильно, прям, жутко сливать свою ОПшку, потому что подходить, где-то кому-то подлетать, это дело такое, никаких дополнительных статусов на этом устройстве у нас нету, только расстояние и не более, и опять же, в моем понимании, когда ему, я имею в виду молоту, это самый урон понерфили, причем понерфили в два раза, на мой взгляд, устройство на данный момент не самое лучшее, прям, прям, ну, вообще не самое лучшее, даже на каких-то низких диапазонах, я так думаю, оно будет себя проявлять супер слабенько, типа, можно взять того же самого, не знаю, кучу устройств, которые можно будет взять, и которые вы себя будут проявлять прям в разы лучше, вот, при том, что, вроде как, расстояние у тебя увеличивается, но оно увеличивается не на какие-то прям дикие масштабы, допустим, нельзя сесть и через пол карты стрельнуть какого-то своего, опять же, оппонента или врага, тебе все равно в любом случае придется подъезжать максимально, ну, не максимально, но близко к своему врагу, и там уже что-то с ним делать, и что-то, соответственно, какие-то пульки ему выдавать, но, но, опять же, устройство было популярным в те времена, когда молот немного по-другому, соответственно, играл, когда, чтобы выдать максимальный урон на этом молоте, нужно было попадать именно всеми дробинками, а не как сейчас хотя бы одной попадаешь, ну, и все, соответственно, у тебя в некоторых случаях урон проносится на фулочку, не знаю, как это работает, но это работает, мы понимали, и лично так. Сейчас же, максимально бесполезно, кучка, да, кучка выносится, кучка выносится, но также я могу и на обычном молоте попасть всего лишь одной дробинкой, и урон у меня будет максимальный, поэтому на данный момент, лично, опять же, для меня, это устройство, наверное, находится на самом последнем месте по актуальности, потому что, ну, никак ущем, мне особо, как говорят, не нравится, особо не заходит. Следующее устройство у нас на обзоре, это устройство Blunderbass, которое, лично, опять же, по моему мнению, в последнем обновлении получило просто какую-то несказанную увеличение в плане, вот как раз-таки, той самой пробивной мощи, можно даже так сказать, но опять же, здесь небольшая такая ремарочка, некоторые из ребят мне дали понять, что оно у нас хорошо, и стало, в принципе, хорошо только на определенных, соответственно, дронов, дронов, которые дают дополнительный урон. Это у нас Кризис и тот же самый пресловутый, я так думаю, бустер. Кемпер, скорее всего, нежели нет, чем, да, в некоторых моментах, конечно, можно его использовать, но такое. Вот, мне обновленный Blunderbass нравится, потому что я играю у нас Кризисом, вот, поэтому здесь я никаких, соответственно, не знаю, супер неловких ситуаций не испытываю, всегда подъезжаешь, всегда, соответственно, выдаешь хороший урон, и, как по мне, последнее обновление с ним дало понять, что можно играть с Blunderbass, и можно играть достаточно хорошо. Но, есть одно небольшое но у этого устройства. Если, допустим, ты у нас играешь на больших диапазонах, и от тебя надевает, ну, как минимум, из 10 человек, человека, не знаю, 3, а то и 4, а то и 5, резисты, то тебе на этом устройстве становится, ну, крайне сложной, крайне проблематично жить. Потому что крит на этом устройстве хоть у нас и выпадает достаточно неплохо, но не в таком огромном количестве, как хотелось бы. И ты у нас приходишь к какому-то чувачку и выдаешь минимальный урон, пытаешься вроде как бы вытащить его по ускоренной перезарядке на молоте, но у тебя все равно это не получается, потому что, чтобы убить такого чувака, нужно дать ну как минимум 5 выстрелов с аптека, а если у него есть какой-нибудь кризис, то он может жить и даже еще больше. Плюс, не взываемого о том, что данное соответственно устройство лично, опять же, в моих руках почему-то в некоторых ситуациях наносит по 4000 урона, а в некоторых ситуациях на том же самом расстоянии наносит по 300, а то и по соточке урона. Не знаю, от чего это у нас зависит, но вот такие уж штучки я у нас на этом устройстве заметил. Но тем не менее, даже со всеми его минусами, если резистов не так много, устройство максимально хорошее, максимально прям прикольное. Мне нравится. Следующее устройство на обзоре это у нас дуплетик. Устройство прям на средних диапазонах стало каким-то супер-мега-эмбом, потому что, опять же, на средних диапазонах у нас молодых людей, катающихся с резистом, не так много, и ты у нас с каким-нибудь бустером, кризисом, да и даже с обычным просто дефолтным дроном можешь удавать несказанные и офигенные цифры. Даже если с первых двух тычек с одного выстрела, я считаю, ты его у нас не заваншотишь, перезарядка стала максимально хорошая, максимально идеальная, и со второй перезарядочки ты его добиваешь уже 100%. На больших званиях есть, опять же, некоторые минусы, такие абсолютно, как и у нас связанные с бландербасом. Вот, если у чувачка имеется против тебя резист, даже, казалось бы, вот такой вот небольшой, то мне приходится уже давать, ну, как минимум, ему 6 каких-то выстрелов, я имею ввиду резист, плюс броня, плюс, соответственно, аптека, которая у нас на больших званиях все лутают с удовольствием. Если до обновления это устройство имело такую замечательную штуку, как ваншот, и ребята даже с резистом не всегда, соответственно, справлялись с этим, потому что, если выпадает крит, то человек у нас не живет 100% на этом танке, ты его 100% ваншот. Сейчас же такого у нас не происходит, потому что, поэтому, в моем понимании, вот именно на больших диапазонах, на больших званиях это устройство у нас немножечко пофикшено и становится уже не таким приятным, которое было до этого в сочетании с тем же самым кризисом. Но, тем не менее, на средних диапазончиках до фулл каток с легендами вы это устройство можете использовать прям хорошо, прям идеально. Устройство, по-моему, опять же, на мой взгляд, чувствует себя замечательно, ты сможешь кататься, сможешь, соответственно, делать ваншоты, но, если ты у нас двигаешься уже к большим диапазонам, будь готов немножечко пострадать, если все-таки есть какие-то резисты, если у тебя нет дрончика на дополнительный урон, потому что урончик пофикшен. У, соответственно, этой пушки он стал уже не таким приятным, не таким хорошим. Увеличимая обойма. И вот, опять же, на мой взгляд, я у нас тестировал это устройство на больших диапазонах, именно на легендах, на средних званочках я у нас еще это не тестил, но, я вам так скажу, на больших диапазонах оно мне очень сильно понравилось и очень сильно зашло. Ввиду, соответственно, последних обновлений, когда у нас урон у этого молота стал не такой приятный, не такой хороший, то у нас выдаешь достаточно быстро этот самый урон, вот я зажимаю пробел, и, как вы видите, я у нас стреляю очень-очень быстро, плюс перезарядка приятная, которая всегда, соответственно, радует теперь мой взгляд, ты на больших диапазончиках, когда заходишь в какую-то такую микродуэль один на один, если тебе никто не мешает, по крайней мере, с кризисом я у нас выхожу всегда победителем из этих самых дуэльчик. Единственное, где я у нас проигрываю, это в момент, когда у нас молодой человек играет как раз-таки с тем же самым защитником, наверное, там у нас складывается как раз-таки та штука, что он также может юзать еще и ДДшку, а я играю с кризисом, я могу либо ДА, либо ДД, юзать в своем сочетании и меня, соответственно, переигрывает. Но не будем забывать про то, что защитника у нас с последним давлением тоже апнули и он теперь защищает даже еще больше, если бы, я так думаю, он остался у нас старой вариации, но я не думаю, что ему бы там что-то помогло и что-то бы его спасло. Поэтому это очень хорошо, это очень круто, мне прям дико понравилось, я в восторге. Вот еще, кстати, в этом же фрагменте я хочу сказать про как раз-таки овердрайв на викинге. Как вы, наверное, понимаете, с последним вам домом у нас овера, если у тебя более-менее прокачанный танчик, он МК-7 вооружение, то у тебя супер-быстрый заряд овердрайва, если ты набираешь очки. И, как вы, наверное, заметили, у меня прошло буквально две минутки времени, а овердрайв на моей пушке у меня уже практически фуловый. Я сейчас могу беспроблемно и беспрепятственно приехать к тому же самому Джаггернауту и, соответственно, его заваншотить. Это тоже достаточно хороший, достаточно идеальный плюс в последних событий, когда, соответственно, обновочки изменили у нас молота целиком и полностью, потому что есть какие-то, знаете, особые корректировки, которые, ну, вроде как-то есть какие-то изменения, но вроде как-то они не такие уж и чисто существенные. Вроде как бы что-то там меняется, но вроде как бы и не сильно у нас там какие-то изменения происходят в этом плане, в этом духе. Блин, напитненько, что сейчас не получилось нас убить этого Джаггернаута, но, тем не менее, это устройство мне понравилось. Тест, соответственно, на легендах мне тоже зашел прикольный, интересный, возможно, даже я у нас и его буду использовать, когда мне где-то что-то нужно пострелять, где-то что-то кого-то, соответственно, убить. Следующее устройство это у нас адреналин и вот как раз-таки мы дошли до того САО, когда мы подходим к устройству, которое повышает урон. Чем меньше у тебя ХП, тем, соответственно, больше урона у тебя становится на молоте. Ну, наверное, не стоит ходить вокруг да около и говорить, что с последним обновлением, когда у тебя действительно стала супер-быстрая перезарядка, это устройство стало себя чувствовать прям в разы лучше, в разы, соответственно, интереснее, потому что ты у нас можешь и быстро перезаряжаться, и супер-быстро убивать своих оппонентов. Единственная у нас проблема заключается в том, что не всегда получается держать то самое как раз-таки количество ХП на минимуме, и здесь, скорее всего, с Кризисом ты у нас особо хорошо не поиграешь, здесь бы я, наверное, более обратил свое внимание на того же самого бустера. Мне кажется, он себя будет показывать в разы лучше, в разы интереснее, нежели Кризис, потому что там ты и ДА-шку можешь сразу заюзать, и, соответственно, ты будешь не на фулл ХП, чтобы, соответственно, выживать и в битве, и, по-моему, оно прям показывает себя очень хорошечно. Вот, на больших диапазонах, на больших званиях, я его не тестировал, пока я, соответственно, занимался этим только лишь на мелких диапазонах, точнее, на средних диапазонах, но, как по мне, опять же, это устройство, которое дает тебе дополнительный урончик, и если ты с этим устройством научишься контролировать свое количество ХП, не всегда, соответственно, быть на фулах, где-то там по минимуму, ну, опять же, какие-то микродуэли, если ты у нас дуэлишься с каким-то оппонентом, ты у нас выигрываешься на все 100%, и если он тебя бьет, если ты его бьешь, там, как говорится, трудностей никаких не возникает от слова совсем, вот, во остальных случаях, ну, там есть некоторые, соответственно, помехи, этому всему делу не всегда у тебя получается просто-напросто выживать, вот, и если ты у нас играешь, опять же, на том самом кризисе, потому что я могу юзать один всего лишь припас, если я у нас, допустим, брезгую какой-нибудь ДДшкой, то в любом случае мне нужно обращать на кое-что другое свое внимание, потому что с одним припачком долго у нас не проживешь, даже если тебе этого, ну уж, очень сильно хочется, вот, поэтому, на мой взгляд, устройство теперь тоже имеет актуальность, если у тебя оно имеется, ты хочешь выдавать еще, как минимум, побольше урона в каких-то процентных соотношениях, то, одевая его смело, оно теперь стало действительно неплохое на молотом, ну, и последнее устройство у нас на обзоре, это устройство пульсар на молотом, ну, здесь у нас ситуация не поменялась, как он раньше, выдавал минимальное какое-то количество тех же самых критов и ничего такого интересного на этой пушке не происходило от слова совсем, так, в принципе, это и сейчас происходит, я не увидел каких-то супер изменений даже после того, как ему, можно сказать, апнули урон, как я у нас сейчас от него страдаю, так и сейчас, как будто ощущение у меня складывается такое, что я у нас играю просто с обычной дефолтной пушкой, которая у нас толком ничего не умеет, как будто я у нас играю вообще без устройства какого-либо, и ты только знаешь, просто катаешься, просто, соответственно, прикалываешься, и допустим, за вот эти две минуты, пока я играю в данной карте, я у нас не выдал ни одного крита, то есть, ни один крит у меня абсолютно не вылетел, причем я использую такую тактику опять же на кризисе, приезжаешь по бырику, по шурику, плюс, соответственно, юзаешь ДАКу, чтобы жить подольше, чтобы, как говорится, подольше у нас каких-то выстрелов дать, а потом уже непосредственно пользуешься теми самыми привилегиями, которые тебе это устройство позволяет сделать, а именно, все отключает, соответственно, накладывает статусы интересные, поджоги, и так далее, и тому подобное, поэтому, ну, скорее всего, вот опять же, лично для меня пульсар на молот стоит на одной ступени с каким-нибудь, с лагером, который на далекие расстояния стреляет, вот где-то он там находится, вот, ну, естественно, в конце сейчас видеоролика я еще сделал свой небольшой такой топчик устройств, какие, на мой взгляд, сейчас актуальные, ну, и посмотрим, поглядим, что из этого получится, ну, и сделаем свой некий топчик, лично, по моему мнению, как у нас тащат данное устройство, сделаем первое, второе, и третье место, на первом месте у меня расположились целых два устройства, и вот, они будут как раз таки актуальны, будут работать, и также заслуживают первое место, если оба эти устройства у вас есть на аккаунте, первое устройство, это бронебойный выстрел, и второе устройство, которое у нас называется магнитная картечь, магнитная картечь, отключает припасы, бронебойный выстрел дает, соответственно, преимущество, как раз таки, пробивать своих оппонентов, можете заходить либо на том, либо на том, будете либо отключать припасы, бесить, Соответственно чуваков, ну а когда против тебя Оденет прям львиная доля Как раз таки тех самых иммунитетов От того или того, ты просто пересаживаешься На другое устройство и так же Бесишь, работает на Больших званиях, просто безотказно Проверено на все 100% На втором месте у меня Расположился как раз таки Тот же самый блондербаз Вот, почему не на первом месте У него есть один существенный минус Если против тебя будут Чуваки с резистами, тебе уже Не так, соответственно, приятненько становится Играть. Можно, конечно, надеяться У нас на те же самые криты Которые достаточно неплохо вроде как Работают, но, опять же С резистом можно нацепить на себя И броненосец, который есть Практически, скорее всего, у каждого второго Танкиста после давних Танкфондов, поэтому блондербаз К сожалению, пока у нас находится на втором Месте. И на третьем месте Для себя я расположил как раз таки То самое устройство, которое называется Обойма увеличенной Обойма увеличенной Емкости Пять выстрелов Опять же, тестировалось это Все дело у нас на больших диапазонах В принципе, мне понравилось В каких-то таких моментах Даже чуваков, которые у нас Имеют от тебя резист в 50% Ты у нас можешь перестреливать В общем-то и беспроблемно Поэтому мне зашло, мне понравилось Прям прикольненькое такое Ну и там уже дальше, я так думаю Никакого смысла нет Располагать Поэтому додумывайте Что кому больше, соответственно, нравится Вот такой вот ролик у нас получился Надеюсь, он вам понравился Если так, обязательно ставьте Мой свои царские лайки Также не забывайте подписываться На мой канал Нажимать на колокольчик Чтоб ничего не пропустить С вами был Вайдер Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok